Я хотел показать вам нашу гордость. Вот здесь высажено уже более 100 тысяч вот таких красавцев. Вот это дичка, видите какой корень. Вот это вот прививка, вот эти уже почки пошли развиваться. Вот это калус. Его хорошо видно. Спайка. Она обработана хорошим антигрефом, который стоит 7,8 евро килограмм. Значит, здесь тоже антигреф. Значит, здесь, вот видите, 48. Это Черновецкий 1, а вот там единица. Это кадрение. Люди работают. Дождь, грязь, бывает, что и снег. Надо посвятить вовремя. Да, они получают хорошо. Для того, чтобы человека убедить работать по такой погоде, надо ему хорошо платить. И не обманывать. Это везде так. И в Израиле, и в Мозамбике, и в России, на Украине. Если ты начинаешь на холмик не наступать, за это мы отбиваем уши. Не надо там это. Значит, поэтому я хотел вам показать святое святых. Эту поле готовилось три года. Здесь когда-то был сад, мы его корчевали. Потом делали работу по вычесыванию пней. Потом здесь было и ковес. Вот такая. И мы ее не скосили на корм, а мы ее заделали. И такая была масса, что я четыре раза дисковал, пока смог забить его почву. А горох нельзя? Я говорил о веке овес. Горох, он тоже азотфиксирующий. Но для того, чтобы немножко разрыхли структуру почвы, тут очень важно овес. В овесе много клетчатки, лигнина. И он не так быстро разлагается. И вот смотрите, пятьсот лишних метров ряда. Высадка идет где-то в пределах пять на метр. Осенью этого года они будут как те возле АБК, где мы с вами остановимся. Они будут примерно вот такие. Однолетки. И вот такие однолетки люди продают. И на Украине, и в Молдавии. Когда я говорю, что почему я начал выращивать двухлетку. Я тоже лет 30 пропагандировал однолетку. И я бил грудь кулаком, что это очень хорошо. Потом я начал анализировать. Мы питомниководы знаем, что есть понятие скрытый брак. Скрытый брак. Это так. Вот скажем, смотришь на человека, он с виду. А если копнуться там немножко на УЗИ, там где-то анализы, у него спит. Или еще что-то другое. А с виду он нормальный. Так и эти. Сразу не видно. Первые годы они растут, и их не отличишь. На второй год начинается конкуренция. И они начинают, те, что имеют проблемы, они садятся. А те, что нормальные, вырываются вперед. И если я продал однолетку. Я продал ее подешевле, вы с удовольствием схватили, она однолетка дешевая. А потом у вас будут выпады 3, 5, 8, 15%. Дальше. Однолетка. Это как цыпленок инкубаторский. С ним надо очень уметь работать. Вот три хозяйки в селе. Дом в дом. Кумы живут рядом. Пошли на базар весной, взяли по 100 штук. Привет. Они взяли по 100 штук цыплят. К осени у одной 95% сохранилось. Она уже борщики там из петушков делает. Значит, у другой 50% требует. Эти сволочи мне впарили такую дрянь. Они все подохли, значит, она идет на базар и покупает те за 40 лей, которые с перьями уже, большие, месячные. И они у нее идут. То же самое с этими. Если у человека достаточно таланта, и у него правильный, он знает, что делать, может, и однолетка у него там получиться. Но чтобы гарантированно, чтобы она выдержала все издевательства, один посадил и не палил, а другой, значит, и забыл, когда посадил. Если растение, значит, ну, в ювенильном возрасте, в таком детском возрасте, оно не выдержит издевательства. Поэтому мы выращиваем двухлетку. И для того, чтобы не было вопросов, я еще в Киеве на конференции, если кто был, я сказал, что я дам на Украину двухлетку по ценам однолетки. Я могу это себе позволить, потому что вы видели там вдоль, сколько контейнеров стоит. Как работает это производство? Это фабрика. Это не то, что где-то втихарях что-то клепается. Я могу производить достаточно дешево, потому что я имею приживаемость под 100%. Да, если, значит, приживаемость там 30, 40, 50, так он должен уже выкручиваться, поднимать цены, чтобы выживать. А сколько приживаемость? Под 100. Этого практически не бывает, но это так. Вот такие. Вот я это вам хотел показать. И вы будете приезжать к нам в гости, приезжать на семинары. Будете заглядывать сюда, посмотрите в динамике. Здесь на будущий год появятся тычки, и будет временная опора. А там в этом году через месяц вы увидите, что стоят уже тычки из акации. И натянут шпагат тюковочный. Катушка, килограмм которого стоит 65 лей. Вы знаете, кто занимается тюковкой, так? Ну да. Это деньги. Они стоят 3 евро килограмм. Наверное, в России тоже так. Я это делаю. Значит, я делаю укорачивание, потом я формирую. И до осени этого года, когда дойдет, они будут полтора моих роста в рост. Вот как показано на сайте прошлогодние, какие они были. Эти тоже будут таким образом. Мы дадим хороший материал, и мы всегда говорим, что мы продаем, торгуем технологии, даем технологии, даем саженцам, но совесть не продаем. Все богатые будут, чем все бедные. Да. Вопросы есть. Сейчас вот что. Кто хочет заказ делать, садятся в машину и едут назад. Кто был на семинаре, просто для того, чтобы сориентироваться, посмотреть, что к чему. Спасибо вам за доверие, спасибо за внимание, спасибо за подарки на стол гостей. Некоторые опоздали. Вот, пожалуйста, Бышев. Торт заныкал. Вот он, отличный торт киевский. Там еще есть. Если хотите, мы по торту вернемся. Значит, россияне, просьба. Кучно. Мы поговорим с проектантами. Нам есть чем потолковать. А кто хочет что-то выписать, мы это все организуем сегодня. Немножко придется держаться. Всем все ясно. И тет, латец тот клар. Значит, кари, ну, он целец, лимба молдавняска. Кари, лимба русаска. Экспунец. Вот рудук делаешь полно. Но вред. А, да, господин Магер, а с кем вы? Я с одним представителем. Ага, вот сейчас и я вас лучше узнаю. А так я думал, что это просто киллер один. Киллер, да? Замаскировался. А так я вижу доктор наук. Магер, да? Добрый день. Значит, мы сейчас двигаемся наверх. Значит, мы проблемы не делаем. Значит, вы были на семинаре. Никто вас не обязывает что-то покупать. Мы посмотрели. Мы сказали откровенно о наших проблемах и то, что мы делаем. Понравится, будете работать. Нет, найдете других пастырщиков. Спасибо всем. Спасибо. Всем хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok